Всем огромный привет! Меня зовут Ирина. Сегодняшнее видео посвящаю кремам от Эйвен. В последнем каталоге они представлены. Каталог 05.2015 на страничке 161. Здесь вся линейка. Любимый крем всего за 65 рублей. Заказывали из предыдущего каталога. Они шли по акции, если не ошибаюсь, 49 рублей при покупке акционных продуктов. Вот она, вся линейка. Мы все заказали. Я распаковывала как-то коробочку. Там даже был один комментарий, сколько кремов. Миллион кремов, да. Итак, обо всем по порядку. Расскажу, это будет первая часть, расскажу о том, какие я уже пробовала и свои впечатления. Вообще, крема для рук у меня уходят на раз-два, потому что у меня очень сухая кожа рук. И я всегда покупала и буду покупать различные крема, искать идеальные. Хотя пока на сегодняшний день лучших бархатных ручек нет. Это из таких именно декоративных, да, уходовых, не из лечебных. Итак, первое, которое я попробовала и очень уже, можно сказать, истратила, это вот такой вот интенсивный помощь крем для рук для очень сухой и сухой кожи. Он, кстати, идет, нет, в этой страничке тоже, да, здесь, а он в другом шел отдельно. Такой вот тюбик, он отличается от предыдущих тюбиков тем, от всех остальных, что здесь вот такая вот открывашка. И сам крем. Сам крем очень густой, очень. Вот он еле выдавливается. Такая прозрачная белая жидкость. Распределяется на коже он достаточно плотно, то есть он, втирайте его, остается вначале жирное такое ощущение, потом белый цвет появляется, вот. Потом надо немножечко дать ему высохнуть, и он впитывается. Эффект от этого крема такой, что он, как мне кажется, влагу он сохраняет в коже, но при этом руки становятся абсолютно не эластичными. То есть он как будто так налил туда воды в руки, и все, они вот так вот застыли, и все, ни шаг ни вправо, ни влево, ничего нельзя сделать. Вот оно сейчас впитывается буквально на глазах. И все. То есть мне он не очень понравился, я ожидала от него другой совсем. Эффект тут написано, и с мягчающими компонентами. В общем, он мне не смягчал. Увлажнял, да, супер, но смягчение не от руки какие-то грубоватые казались, и, как мне кажется, даже надутыми. Я его адаптировала под крем для ступни ног. Ступни ног, он великолепно увлажняет, и там никаких проблем нет. Поэтому сейчас я не использую на руки, только на ноги. Что здесь внутри? Содержит увлажняющие и с мягчающие компоненты. Клинически подтверждено эффективное увлажнение кожи. Подходит для очень сухой кожи рук. Тут написано, что до аллергии нет, ничего нет, запах нейтральный, ничего особенного. В общем, нет. Но второй раз я его заказывать не буду. Сейчас это закончится, крем, и все. Кстати, я пробовала еще под перчатки его наносить, то есть нанесла сверху, одела перчатки. Тоже особого такого эффекта не наблюдала. В общем, для ног его оставляю. Далее. Вот такой вот. Очень классный запах. Он просто суперский. Те, кто любит запах шоколада, какао, это ваш крем. Здесь обычная такая беленькая. Уже такой он мягкий. Он быстро впитывается. Очень мягкий, очень нежный. Заявлено, что это восстанавливающий, увлажняющий крем для рук. Масло какао. С маслом какао, витамином Е. Так, этот крем, он получается на втором месте после глицеринового. Я про него потом расскажу. Мне у него нравится очень запах и финиш. Что ручки становятся мягкими. Но он сильно не увлажняет. По крайней мере, не так, как мне бы хотелось. Написано, что нежирный крем для рук. Быстро впитывается. Содержит масло какао, витамин Е. Ухаживает за вашими руками. Делая кожу мягкой, эластичной. Да, мягонькие они становятся. Скорее всего, его, наверное, закажу как раз на лето. Вот именно на лето хочется и такой запах. И чтобы были ручки такие более-менее нежненькие. Летом они не сильно у меня такие уж сухие, как зимой. Поэтому, в принципе, для лето самое то. Так, откладываем. Вот это вот пока что на первом месте из тех, которые я попробовала. Глицерин для рук и ногтей. С глицерином, кальцием и витамином Е. Даже на русском-то получается. У меня тут есть формула с глицерином и кальцием. Останавливает, увлажняет, защищает сухую кожу рук. Дарит кожу рук и ногтям здоровый, привлекательный внешний вид. Он пока все линейки у меня на первом месте. Он реально увлажняет. То есть глицерин работает на все 100%. Запах у него нейтральный более-менее. Такой, как вот у кремиков у всех. То есть уже, конечно, не сравнится с маслом какао. Такая вот белая текстура. Также не сильно жирная. Но уже немножечко понасыщеннее, чем масло какао. Также легко впитывается. И этот крем реально увлажняет и питает. Мне очень понравился. Пока я на сегодняшний день именно им пользуюсь. И даже есть у него такой заживляющий эффект за счет витамина Е. То есть реально для моих рук он рабочий. Состав можно почитать. Да, конечно, тут напихано всего. Но и тем не менее, как ни крути, глицерин и витамин Е пока самые лучшие компоненты, которые входят в состав таких вот доступных дешевых кремиков для рук. В общем, откладываем на первое место. Далее, из этой линейки я попробовала еще вот эти два крема. Про эти четыре крема расскажу в следующем видео. Два крема. Смягчающее масло оливы. Питательный крем для рук с маслом оливы и провитамином В5. Я на него взяла такие надежды, что я думала, олива, она обычно так классно увлажняет. Но получается, что я его ставлю на третье место под первое глицерин, какао, а потом уже масло оливы. Это питательный крем. То есть он заведомо должен питать кожу и дарить ей изнутри ухоженный вид. То есть он не увлажняет. То есть не надо от него ждать супертакового эффекта, чтобы вот ручки как аж мокрые. Но и на моих руках он сильно быстро впитывается, и особого питания я не ощущала. То есть мне нанесла его, и после минут 5 хочется снова наносить, чтобы руки хоть как-то ощутили это именно питание. В составе написано «Богатое оливковым маслом про витамином В5 крем для рук быстро впитывается, глубоко увлажняет и питает сухую кожу рук, делая мягкой и гладкой, нежирной формулой». Так оно и есть, но мне хочется большего от него на самом деле. Но опять-таки хочется сказать в оправдание всем этим кремам из этой серии Avonkea, что за 100 мл цена у них просто шоколадная. Сейчас бархатные ручки продаются очень дорого, а количество гораздо меньше. Ну, если собрать вот этот состав. И нежность алоэ, смягчающий крем для рук. Я для себя поняла, что мне нужен именно крем увлажняющий, питательный. Два в одном. Смягчение, там, не знаю, какие там еще есть, там, что-то там разглаживание. Это все не мое, да. Смягчающий крем для рук с соком алоэ и витамином Е. Не знаю, мне почему-то и с детства все время прививали, что если вы видите в составе алоэ, то не надо пользоваться, потому что кожа привыкает к алоэ и уже не сможет воспринимать другие крема. Так говорили лица и для рук. То ли сейчас стали меньше добавлять в состав натурального алоэ, то ли все-таки это неправда. Кожа не привыкает и легко адаптируется к другим кремам, как на лице, так и на ручках. Здесь заявлена легкая формула. Крема быстро впитывается, успокаивает и смягчает кожу рук. Придает ей ощущение увлажненности, которое длится в течение всего дня. Ощущение увлажненности у меня пропадало буквально там спустя минут 5. Мне не хватает этой увлажненности. Запах у него приятный. Текстурка такая обыкновенная, то есть беленькие. Все легко впитывается. Он очень нежный, очень. В принципе, на лето самое то. И вообще, если у вас нет такой особой проблемы с кожей рук, что они не такие сухие, не требуют постоянного ухода, а, допустим, нормальной кожей лишь вы слегка увлажняете после того, как помыли посуду или там, допустим, пол, то, в принципе, вот эти вот все крема, вот эти вот три, которые я использовала неплохо, даже очень, даже очень хорошо, потому что за 100 мл подать 65 рублей наслаждаться неплохим результатом, по-моему, это здорово. Далее протестирую, конечно же, все вот эти оставшиеся кремики. Единственное, наверное, кроме вот этого, там, или свекрови, или мужа, потому что здесь идет с пчелинным маточным молочком, намет у меня аллергия. Ну, посмотрим. Все это впереди. Вот этим я сейчас пользуюсь для рук, а вот этот у меня идет для ног. Вот такой вот был у меня затянувшийся отзыв о этих кремиков. Надеюсь, вам было это полезно, информативно. Всем огромное спасибо за внимание. Еще увидимся и пока-пока. Продолжение следует...